А потом дальше мы идем. Дальше. Другую жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Ведь почему обед не убивать? Не убивать и в том числе самого себя. Поэтому во всем религиях в самом месте считается очень чашки грехов. И в этом смысле, если вы защищаете собственную жизнь и многое другое, это не значит, что это правда. Но вы действовали ради сохранения самой собственной жизни. Вот и все. Понятно, да? Поэтому это понимать надо именно таким образом. И исходить тоже из этого. Второй момент, конечно, заключается в том, что это именно с позиции обычной гражданности какого-то. Если мы приняли профессор, то это обеды. Это совершенно другая тема. Совершенно другая тема. Она связана с тем, что это глубокая тема, связанная с пониманием добродетелей и недобродетелей. Что в любом случае, даже если меня уредят и я терплю ради благ от других. Ведь жатых тоже же Будда в свое время увидел, как тигрица голодная хотела снести собственного дитя, который только что родил от голода. Он отдал свое тело. То есть, в общем-то, погиб был самого себя. Ради того, что спасение тигрем-то получил. Если вы так готовы, то тогда можно так идти. Но это будет поступок в бодхисаттвы. Никто за это вас, конечно, памятник не поставит, но тем не менее, это будет действительно поступок в бодхисаттвы, связанный с этим. Поэтому это говорит о том, что быть бодхисаттвой – это очень непросто. Очень часто. Мы делаем бодхисаттвы. Кажется, а так все. И когда мы говорим о практике бодхисаттвы, там практика Ваджираянника, тоже там оно есть. Практика махаинистическая какая-то вот в этих аспектах. То мы должны обладать всеобъемлющим даяние. Мы должны отдать, вот очень часто мне говорят, давайте мне практику принять и отдать все соведания. на себя, все остальное отдать другим. Я говорю, готовы ли мы все? Придели мы обеду Махаяна, там просто. И так далее, и так далее. А поэтому, когда мы говорим о практике даяния, мы спокойно бодхисаттвы. Мы должны понять, что мы готовы отдать собственную жизнь не ради того, чтобы спасение других. И пускай моя жизнь не коробит, ничего страшного. Поэтому здесь непросто, непросто, непросто. Но ведь для того, чтобы стать Маркисаттвой, надо действительно, вот как раз тематика моей лекции была, что наш мировоззренщик должен до этого созреть. И я не услышал сегодня из уст Будды Божейщих бежать и отдавать жизнь ради кого-то. Нет, конечно, это действительно должно создать такое внутреннее наше впечатление и понимание. Что я живу здесь на конце концов. Тренировать, тренировать, тренировать. Вот так. Почему? Нет, нет. Вы, да. Можете отвечать на вопрос. У дизнии остатки, что-то с половиной, остатки у всех героев. Поэтому это не растение. Почему? Ведь, ну, доказательство растения живое, но оно не в сознании, а то вообще просто. Значит, первое. На самом деле, вы должны понять, что растение как таковое с позиции буддизма не обладает созданием. Даже если они реагируют на солнце, все остальное. Что происходит у них? Есть такой огромный мир, который мы говорим об области. Почему растения? Потому что они, так называемые, руководимые, так называемые, стихийные, так называемые. То есть они реагируют на те или иные факторы стихии. Когда мы говорим о растениях и многое другое, значит, это относится к так называемым, ну, скажем так, духом, так можно объяснить. Есть другие горы, земли, лес, воды и многое другое, и так далее, и так далее. Так, они классы живых существ у нас, они есть. Их очень много, их много разнообразий, и так далее, и так далее. Почему? Потому что, действительно, если посмотреть на, допустим, зиму, да, растения есть, и все одинаковые, без листочка, скажем так, да, там все листья падают. Растения, как только тепло становится, значит, появляется, значит, трава появляется там, растения, листья и все остальные, так далее. Конечно же, это не касается тех или иных видов, там, деревьев и все остальных. Они бывают, конечно, зеленые и все остальное, но тем не менее, и они тоже имеют свою природу. Так или иначе, у них своя природа. Они сбрасывают свои иголки, между собой, вилка, она там, когда, весной или осень, если так. Есть период, когда она сама желтее, сбрасывает, потом начинает заново расти. И такое происходит. Поэтому, у них, грубо говоря, что такое духи? Это некая закономерность. Закономерность их. И они по-другому не могут вести себя. Вот. И очень часто бывает так, что, действительно, там, в зависимости от стихии, вот, часто бывает, зимой, скажем так, было тепло. Какие-то, когда у нас все было, здесь тепло, да? Что, значит, почки распустились где-то примерно, там, в январе месяце, вот, было такое. Да, помню это? Даже по телевизору такой сюжет был, что распустились почки в январе месяце, там, и появлялись зеленые листики. То есть, в этом случае они реагируют именно на те или иные виды стихии, и их связаны именно с духом. Поэтому они относятся, вот, растения относятся к такому классу. Это значит, что человек не может природиться в растениях? Да. Он может природиться духом этих растений. Но растений нет, в самом деле. В единоличности. Потому что они все, как бы, грубо говоря, растения чем и отличаются? В основном коллективные все. Индивидуальности у них нет. В этом обществе вот так, в обществе. Понятно? Да? Скажите, пожалуйста, как сохранить внутреннее спокойствие, не воспитывая в себе безразличие, предположим, если ты наблюдаешь, что вроде бы непосторонний тебе человек себя сам загоняет в могилу или убивает внутренне, путем неправильных своих действий. Не физических, а именно неправильного мировоззрения или просто ошибочного непонимания каких-то вещей. Но ты ему помочь не можешь, потому что у него нет запроса относительно помощи. Но ты наблюдаешь эту картину. И, в принципе, тебе как бы не безразличен человек, но ты не можешь ничего сделать, не можешь ничем помочь, потому что ты понимаешь, что ты не способен в данной ситуации. Если нет запроса, то ничего не можешь сделать. Как внутренне спокойствие сходить? Первое, как раз, когда мы даем себе установку, что мы не можем помочь, это слишком страстно. Мы хотим понять, что в час завтра он должен измениться. Это не так. Мы должны понять, что любое наше действие на искоренении чего-то, как-то, все остальное. Рано или поздно оно в любом случае в человеке созревает, дает ростки и таким образом человек меняется. Успеет человеку за это время раньше того, что тот или иной процесс реально наступит или не успеет, это уже зависит от него. Но вы должны, наверное, если этот человек вам не безразличен, вы должны все время, предменяя искусственные методы, так или иначе начаться, истранить те или иные недостатки в нем самого. И в этом смысле не надо думать, что это будет завтра. Надо надеяться, что то, что я делаю, когда-нибудь даст свои плоды. Но я буду это делать постоянно. Это связано, действительно, с практикой добродетелей. Почему? Потому что мы же не можем сказать, «О, сегодня я сниму с тебя обед, не убивай». Ладно. Завтра опять его возьмут. Примерно тоже сродни получается. Поэтому мы понимаем, что где-то не выйти, где-то случайно убили или что-то еще. Но если мы стали на путь добродетелей, на путь своего духовного совершенствования, то мы будем следовать всегда к этому пути. И так же надо поступать и другим близким. Если я встал на путь сострадания, и в любви сострадания, я буду всегда действовать. И не буду ждать от этого. Вся проблема заключается в умении, «А, вот завтра он изменится, вот сразу станет лучше сейчас». Нет, конечно. Но радость бывает. Действительно искренне и счастье. Да. Мы не ждем, а это случается. Вот тогда действительно мы будем о нем, о нем. Что я что-то делал ради этого доброго дела. И мои действия не прошли даром. Они все-таки как-то в купе созрели. И реализовались. Да? Я хочу примерку. Ну, в мой раз вспомнил о том, чтобы сказать, «Людому надо». Вопросы не все-таки. То есть, закон был в том, что просто не правильно говорить, и не надо считать. Вот. У меня тоже очень часто родственники у меня отдались. Конечно, там в том числе мама, папа, так же. Потому что я не такой, ну, не так, как все. Я, конечно, от патологики пытался с ними разговаривать. А потом, вот при первой информации, что входишь и говоришь, «Я же не берегу. Проднимаю». И как-то все проходит мимо. И почаще надеются своими собой. Они тогда начинают задумываться чаще. А там они тоже, соответственно, что-то рождают. Да, это вы, или успеет о том. Идут сопротивление, вот это, вот это, И вот, это неизвестность всего. Не знаю, сколько это может быть. Спасибо. Первое, ну, ты оказал, ну, я немножко дополню, может быть, в отношениях с родственниками, в отношениях окружающих, так-так, не надо кинчиться и говорить, вот смотрите, я буддист. Да. Совершенно неправильно. просто надо быть добрым человеком. Вот эта сама по себе реализация, она как раз и есть. Дело в том, что очень часто, вот в семьях, вы же прекрасно поймите, что, допустим, узнают или не узнают, скажут или не скажут, все равно мы видим ту или иную реакцию близких и родственников, и материальные наши там, понимания и так далее и так далее. В этом смысле, как раз, важна будет сама наша внутренняя цель. То есть, мы говорим о сгубдии со созданием ко всем живым существам. И там нет никакой разницы, если мы говорим ко всем живым существам. Так не только там, мы людей, как бы да, мы уравниваем всех живых существ. Одинаково. И поэтому, если говорить о буддии, в жизни, нету какой-то отдельной религиозности. Этот наш, этот не наш. Мы не дети. Мы всех любим. И наших, и ваших, всех подряд. И так далее, и так далее. Но, мне чисто говорить, я буддист, и говорю, смотрите, смысл никакого нету, потому что только наша внутренняя практика, доброта, не надо. Ведь мы прекрасно видим. Если мы подойдем брату, я люблю, мы же получим такое же внутреннее. А если пойдем к брату, скажем, ты не бро, будешь. он, наоборот, захочет обратную реакцию на полосу. Поэтому, конечно, вот это вот, ведь Будда и говорила, что нельзя заставить человека изменить себя. А можно только его за собой повести. и то не повести, а просто он увидит, что ты стал лучше, ты стал во всех отношениях хорошим человеком. И тогда он всегда задумывается, что это не получилось? Почему он такой? И тогда постепенно, постепенно он так или иначе будет спрашивать, что ты делаешь? А ты говоришь, а вот я такой. Это как без всяких этих, без всяких там как бы надменности. Вот смотри, там, я-то умнее, а вы там голодом. Конечно, вот. И вот эта надменность, это есть такая внутренняя наша наброта. Постепенно, постепенно, постепенно. Вот это вот, она и дает пользу всем. И все прекрасно знают. Когда мы видим человека, его внутренне, действительно чувствуем, что он добрый, с ним легко разговаривать, с ним общение и все остальное, и так далее, и так далее. Мы же не спрашиваем, почему он такой верующий, он не верующий, буддист, он не буддист. Он видит тебя добрым, хорошим человеком. Ему этого достаточно. И в этом смысле, это вот, ява действительная невероятная. Это вы, по-моему, наконец-то задать вопрос. Забыли? Я не забыли. Я хотел спросить, вот человек приходит на этот свет, он, у него, я читал где-то, или где-то услышал, ну где-то, да? И вот у меня часто это в мозгу, он несет какие-то узлы по камню или какую-то ношу. Ну, так будем говорить. И второе, вот как раз, мы уже говорили, значит, ну это, где-то в гражданскую, что ли, или вот, когда было в России, вот это, событие, значит, и человек, совершав грехи, ну, будем говорить там, ну где-то, может, с убийством, где-то просто грехи, да, промахи. И за него, значит, отвечали либо родственники, либо близкие. И он, как бы, говорил сам себе, говорит, почему я это все совершаю, там, где белые, где красные, все это совершаю, а получается, то мои родственники ведут там, либо их на расстрел. Ну, короче, получается все воздаяния, вот, от природы, допустим, да, это, получается, не ему, а близким и родственникам. Почему так происходит? Да, и вот с этими узлами. Когда мы говорим о карме, конечно, мы несем в себе все, что мы совершили. деяния, они никуда не исчезают, они внутри нас есть. Ну, допустим, допустим, задаемся вопросом простым. Вот. бывает такая зло, что вот взял бы, и сейчас убил бы, да, вот так-так, мысль. Ты, конечно, не убиваешь, но есть такая вот. Когда мы задаем вопрос, а почему она есть? Она есть, а в прошлом жизни. Понимаете, в чем дело? То есть, вот даже такие, на мысленном уровне, на сознательном уровне, вот это наше сознание, оно загрязнено. И оно идет от прошлого жизни. Поэтому тип характера, тип, это сразу, как бы, это все связано с, ну, совокупно и есть процесс, который связан с прошлым нашим жизнью. Понятно, там, человек живет уже разного, один более активен, более интенсивен, более так, репрессивен, ну, так далее. Другой, наоборот, меланхоличен третий, депрессирует чаще, и многое другое, и так далее, и так далее. Это же связано, как раз, с его внутренними качествами. И когда человек задает, а почему я такой? А потому что, вот, действительно, просто жизнь мне все эти качества, в общем-то, совокупные на работу. Поэтому, это происходит. мантово, есть, это, внутренние качества нашего сознания. То есть, мы, почему я часто и говорю, мы есть то, что у нас есть. Но есть, так называемые аспекты, не реализованные в нашей карме, да, допустим. То есть, совокупный мир, окружающий меня, вместе то же самое. Мы с ним сталкиваемся, мы находимся в противопорстве с ним, так скажем так, по большому счету. И в этом смысле, все наши отношения с этим внешним миром, тоже связаны именно с нашими, как говорится, деяниями как таковых. Поэтому, человек должен себе задавать, если кормить, должен задавать себе вопрос, почему? У меня такие близкие. у меня вокруг. Мы же изучаем их, и мы находим типаж. Типаж отличительный, особенность той или иной семьи. В каждой семье есть традиции, в каждой семье есть тип поведенческий, каждый тип это. Это тоже имеет карминскую дверу. И второе время заключается в том, почему за вас отвечают другие. А это связано часто с этим, с нами самими, по большому счету. Это связано с природой нашей, потому что, мы говорим, все живые существа в прошлом были нашей матерью. То есть, все ваши родственники, которые есть, они и родственники, потому что были сами тоже в близких отношениях прошлой жизни. И тут вопрос, связанный с добродетелем и недобродетелем тоже. Чтобы немножко разъяснить ваш вопрос, можно? Просто я очень часто тоже задавал, ты мне и отвечал на такой вопрос. Вот пришел ко мне отец, у которого мы вместе. Пришел и задает вопрос. А почему? Я должен страдать, вот я его родил. Я его взращивал. Я огромный, вкладывал энергию для того, чтобы он стал хорошим. И вдруг раз смотрит, и нет. Все мои там, там, устремления, даром растут. Я говорю, вот смотрите, логика простая. Если обед не упивать, результат, ну, в нашем лавриме написано так, если ты прошлой жизни упивал, значит, твоя жизнь, наверное, короткая. У вас сын ровно поступил в лаврим. В прошлой жизни не значит, что он убивался, а он не значит, что он раньше и умер. А почему вы страдаете? А потому, что вы были рядом, и в момент прошлой жизни нахождения рядом, вы это соблюдали, этот обед не убивать, но ему не говорили. Ничего сделали, чтобы он... Из-за этого не страдали. Потому что добродетели вы не совершали. Вы, может быть, сами внутренне ничего не делили плохого. Может быть, даже из-за страха. Из-за каких-то там, как это, малодушных качеств, внутренних характеров. Но вы не совершали неблагих деяний, по-моему. Поэтому она вот вот, вы длинные. И вы вынуждены пережить собственного сына. Вот. И именно результаты заключаются в том, что мы сами должны понимать добродетели, творить добродетели, но и побуждать к этому на других. Вот что важно. Особенно близких людей. И чтобы в будущем он, любой из ваших родственников, он отвечает за свои же там, с обеими. Но тем не менее, как раз в этом смысле, очень многим кажется, что он-то ни при чем, а вот за него кто-то отвечает друг. Это не так. Просто, действительно, мы в духовно-нравственном аспекте, мы взаимосвязаны. И в этом смысле, и тягость тех или иных наших ощущений вины, потому что, действительно, вопросы жизни есть, не побуждать, это будет жизнь. Так будет происходить. Хе-хе-хе. Кратко. Конечно, если говорить о тех или других вещах, вопросах, это все реально просто, кто же говорит, это надо конкретно просто, что произошло, как произошло, чтобы точнее ответить на это. Исходясь даже из природы добродетели, понимания добродетели, можно, по крайней мере, найти на это ответ. Это очень хорошо. Угу. 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 А если нет вопросов, тогда накончим. Почему как раз мы и говорим, но насчет добродетелей и недобродетелей, как раз мы прекрасно понимаем, что понимание добродетелей и недобродетелей дает нам осталось, скажем так, быть счастливым будущим. То есть, если мы делаем добродетельные дела, то мы имеем огромное преимущество, быть счастливым. И это доказывает наша же жизнь. Если я не лентяне, если я не ворую, если я не хочу легкости в жизни, если я свое творчество, свои способности развиваю, то за этим и будут, моя жизнь будет благополучной. Потому что чем умнее я, чем больше я умею и знаю, тем моя жизнь благополучная сомневает. Потому что если у меня много рядом, которые не знающих, то я буду один, все за советом, так скажем, побегут ко мне. Поэтому вот это вот и есть некая наша добродетельность. Это и есть умение изменить самого себя. Попробовать внутреннее отрицательное количество лень, забылчивость, невнимательность и так далее. Развить усердие, развить в себе настойчивость, терпение и многое другое. Это качество, которое действительно нас возвышает. Нас возвышает, нас делает лучше. И жизнь нашу делает и в этой жизни, между прочим, и в следующей гораздо благополучнее. Вот это должны мы понимать. Поэтому пусть эти благие заслуги, которые я говорю, пускай у вас развиваются, вы становитесь лучше, вы становитесь добродетельнее, вы мгновеннее. В этом смысле у вас, солнце, и внешнее благополучие зависит от ваших деяний. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok